так друзья всем доброго утра традиционно с утра показываю что было сделано накануне вчера по электрике ну электрика еще пока в ванную комнату не зашла но зато уже активно лестница в небеса используется друзья на чердак на чердаке ведутся коммуникации через потолок это для того чтобы тут у нас где свет для того чтобы не штробить лишний раз например вот здесь вот да не проводить штробу все вот эти вот провода они вот от щита вот этого ведь появились здесь уже провода у нас и все через потолок оранжевый вот в такой вот гофр трубе вот она сверху защита проходит в каждую комнату спускается вот так вот вот уже и до кухни дошло мы сейчас до кухни дойдем чем у нас тут на кухне значит доделали вчера вот эту четвертую спальня комнату так это выглядит здесь в штробы уложен кабель провод в мороженое на гипс под розетники коробки вот они все примерно это вот так вот выглядит видите и провод потолка сюда зашел это специально так чтобы потолок не штробить к лампочкам тоже также будет высверливаться отверстие вот здесь сюда в потолок просовываться медный провод а алюминиевый плохой будет убираться и лампочка будет переподключаться на медный провод нормального сечения уже вот так на таком уровне выключатели вот где-то мне по пояс но с учетом что еще будет стяжка я буду так повыше и получается что заходишь от рука висит и сразу раз рукой то есть не надо подымать никуда тянуться не опускаться в принципе вот мне очень удобно будет вот ну и там плюс-минус моего роста там не знаю 10-15 сантиметров выше 10-15 сантиметров ниже низ когда розетки вот сюда внизу они ну чтобы не мешались вот они вот так вот получается умораживаются наконец-то я могу снять теперь здесь пыльные работы сделано но еще просверлится здесь дырка пока будет просверливаем вот я еще и уберу вот этот дверной проем он здесь не нужен все пылить так говорится пылить чтобы убирать сразу потом дверной поем я не буду выкидывать я его заскладирую он еще пригодится что в этой комнате тоже уже говорил очень все жилые комнаты уже обзавелись проводами розетками коробками но еще коробки в коробках не спаяны в коробках еще не спаяны провода это значит будет электрик расплавлять олово и скручивая вот эти вот сами провода между собой в скрутке такие кончики опускать в расплавленное олово ну паять чтобы нигде не коротили они в этой комнате тоже все и вот перешли уже в этот в кухню в общем пока остановились на том что розетка 1 вот здесь для холодильника который будет точно тут стоять но он будет стоять здесь будет перегородка он близко перегородки будет вот коробка и для вот она уже здесь розетка 2 на нее сейчас уже подключится вот трансформатор вот этот вот что перепадов не сгорел котел и к нему котел все на этом пока закончится все по розеткам в кухне почему потому что я уже сказал что вчера ездил смотрел разные вариации шкафчики с той стороны шкафчики с этой стороны но потом всегда когда вот нарисуется план расстановки кухни самой план встраиваемой техники в эту кухню потому что еще не знаю будет у меня здесь столешница не будет будет ли у меня здесь столешница ли стол здесь точно какой-то пенал который закрывать то есть какие-то точно моменты будут а как она дальше будут ли у меня шкафы не будут там вытяжка еще до где она слева справа будет где соответствие где варочная панель слева справа не поймешь пока еще поэтому и розетки лишний раз дырявить кухню не хотелось бы бы я тоже делал ремонты в квартире и кухню там перестраивали стенки сносили и доделывали и в доме в волгограде тоже был первый вариант с розетками и потом когда уже кухня была заказана ну вот и уже под эту кухню по размерам сами дизайнеры кто кухню рисовал сказали где разместить под какие предметы куда розетки пока ее делали кухню вот я делал розетки проводил вот ну как мог вот значит что тут еще у нас ну вот так вот собственно так что вчера купил куда купил друзья вчера целых несколько пакетов вот проводу такой силовой в общем-то этот слишком толстый который я до этого покупал он просто ну он слишком огромный слишком большое сечение 10 квадратов у него сечения вот взял поменьше на сечение который гнется и заведется щит вот на 4 жилы этот на 3 этот на 4 в общем посчитал что так что так докупать одну жилу к нему будет тоже не дешево вот но нам учиться с ним придется да он просто не войдет в щит распределительный поэтому поменьше сечения взял сразу но тоже 4 жилы как и положено и вот пакеты 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 так но здесь меня гофротруба а это друзья два больших пакета так вот здесь еще и чего меня это клипсы эти зажимы всякие лампочки сразу взял лампочки такие светодиодные лампы накаливания не хочу и докупил вот автоматы значит из того что было моего вот это вот не надо а вот это из того что было установится вот это установится а то куда-нибудь потом что-то будет достраиваться куда-то и пригодится но пришлось в общем покупать для новых моих мощностей в одной новый трехполюсной автомат розетку на улицу еще один автомат на улицу это в дом вот к этому к этому всему что тут еще розетки розетки друзья когда начал накидывать в корзинку только тогда понял весь ужас того какую ошибку совершил в плане количества самих розеток да надо было действительно там одну дырку и в нее двойную там даже тройную розетку ставите по цене было дешевле а здесь 30 штук 30 или 40 штук одинарных не помню таких вот где-то у меня по 2 где-то по одной ну в общем два вот таких вот пакета рамок и розеток ну в общем купил розетки по сто шестьдесят по моему рублей вот такие вот по сто шестьдесят и рамки к ним по моему двойные по не помню по восемьдесят или по сто нет наверно ну вру в общем по сто шестьдесят сама розетка и рамка ну или восемьдесят или что-то такое 60 рублей вот ну и вот так вот вставляются одиночки будут двойные выключатели открытый был ну в общем ладно ладно вот не стал я покупать то что хотел потом может быть когда-нибудь когда после ремонта мне под графитовый вот такие вот только графитовые понравились вот но думаю когда я там дойду до этого до ремонта в графитовом и где у меня будет графитовый поэтому думаю куплю универсальные белые самые бюджетные вот они были недорогие а вот выключатель смотрите как тоже неплохо будет смотреться так рамочка и выключатель там вот так квадратника здесь квадратника ну в общем два пакета вот такой вот купил древок это мне для этого отбивать откосы глиняные сломалась кирка мини молоточек такой виде кирки вот он видите отломился от магазинного покупал кончик вот но установить сюда установлю так куда мне вот пока сюда так что еще ну вот собственно все вот такие такие покупки фонарь взял над входом сейчас там например такой же только знаете 50-летней давности образца так что там у нас улице сегодня веник птички поют дождь вчера был прям ветер ураганище и дождь косой прям оттуда вот видите такой ну тот побольше по-моему да или нет такой же ну наверное такой же не побольше тут в общем тот советский это же современник туда будет здесь светло вечерами можно включать будет свет вот здесь будет выключатель сюда и в прихожку здесь в общем так что не закрывается градусник вчера унесло все распотрошила его где он вот он теперь он уже наверное температуру не показывает хотел посмотреть на двадцать пять показывает ну или двадцать четыре двадцать пять непонятно дома здесь сейчас каким итогом закончится сегодняшний день какие будут работы ну сегодня планировали снимать люстры вот вот ту люстры я хочу просто снять ее лампочки то не хочу мне не нравится эта люстра вчера я несколько раз лестницей задевали просто пока лампочка что-то будет здесь но не это люстра я ее отсюда уберу эту оставлю хотя может и уберу не знаю она хорошо знаете такой вентилятор в этом как его в беседке где-нибудь да под навесом на улице ну или повешу убрать можно в общем в любом случае к ней все везде будет меняться тоже заводится медные провода так скажу градусов здесь 23 ну да там кстати на кухне жарче потому что сам котел еще работает в общем вот такие друзья у нас дела так двигаются потихонечку вот думаю что еще пару дней и дом получит новую энергетическую систему которую ждал 52 года на я точно также помню менял в квартире своей брежневской тоже такую же алюминиевую везде проводку ночью вот смотрите что говорить вот смотрите как она проходит она вот прям вот вот они вот это вот старая проводка везде такая просто провод алюминиевый две жилы все и когда говорил заливал там стяжку делал она там коротить начала в углу точно также там проходит то есть ну очень и кстати и наверное нормы такие были вот так вот проводить в брежневской моей квартире у меня под деревянными полами вот так вот проводка у меня по верху бетона была соседа соседей снизу а моя соответственно наверху у соседей сверху сосед снимал полы у себя там резал пилой ну и разрезал мне моё электричество в общем в общем все вот как то не знаю сейчас нормы другие по-другому все так ладно завтракать немножко убрать вещи накрыть что-то где-то пленкой и и за работу вот и 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 вот Продолжение следует...